Всем огромный привет! Наверное, вы уже знаете, а те, кто не знает сейчас, узнают, что в группе ВКонтакте Крестик за крестиком Людочка Джи Аджи запустила новое совместное, хотел сказать, совместное предприятие, совместный проект, который называется Прикладная вышивка. Он стартует 7 ноября, будет проходить 3 месяца, и за это время нужно будет сделать какую-то прикладную вещичку, выкладывая отчеты 1 раз в месяц. Я тоже ввязалась в это предприятие, поскольку прикладная вышивка это то, что меня интересует сейчас в данное время больше всего. У меня есть задумка, как использовать именно этот дизайн в прикладной вышивке, а потом в рукоделке. Сейчас, пока не буду открывать свои карты, покажу подготовку к этому проекту. Я решила, что буду вышивать вот этот дизайн от фирмы Mill Hill, который называется Paisley Pumpkin. Получается, что это тыква, выполненная узором огурцом. Замечательная тыква. Мне очень нравится вот этот шотландский, мне нравится этот узор, шотландский узор, да, клетка. И вот эта тыква настолько настроенческая, осенняя. Я обожаю осень. Не хочется с ней расставаться, не хочется, чтобы приходила зима, наступала ли холода. Это не только красивый дизайн, но и достаточно быстрый проект. Я решила, что вот в рамках этого совместного проекта я и успею его вышить. Сейчас покажу, что находилось в наборе. Хотя достаточно стандартный набор для компании Mill Hill. Конечно же, здесь была канва. Не канва, а перфорированная бумага, на которой уже можно видеть мои первые крестики. Я решила начать с рамочки. Почему я решила начать с рамочки? Потому что, по моей задумке, мне нужно, конечно, оцентровать вышивку. Если вы видите, здесь вышивка оформлена в раму. И перфорированная бумага остается. Ее видно синим цветом. Поэтому очень важно, чтобы оставалось по краям более-менее равное количество. Ну вот я посчитала. Для кого трудно посчитать. Открыла для себя способ подсчета. Или разлиновки, правильнее будет сказать, перфорированной бумаги. Просто-напросто я это сделала с изнаночной стороны. Вот если заметно сейчас на камере, то внизу, прямо ручкой, когда я считала крестики 10, ну, наверное, не крестики, а дырочки в данном случае, для того, чтобы найти центр. Такого сделать на лице, наверное, невозможно. Поскольку перфорированную бумагу нельзя мочить. И вытирать потом на цветном изображении ластиком, я не знаю, какой эффект это может дать. Скорее всего, катастрофический. Вот я для себя нашла выход. Я это сделала с изнаночной стороны. Нашла центр. И поэтому уже подсчитала, откуда мне нужно начать, чтобы получилось так, как я задумала. Кроме того, в наборе находились ниточки. Ниточки тоже красивые, осенних цветов. Я их оформила на Гназер Тубко с вот этими ценниками, которыми пользоваться безумно удобно. Попользовался, оторвал и выбросил. Вообще никаких проблем. И они не отклеиваются за время их использования, что является огромным плюсом. Что касается разбора ниточек. Спасибо Милхилу, они пишут номера. Это ниточки ДМС. И в схеме они пишут номера этих ниточек. Если вы когда-нибудь вышивали Милхил, то для вас это не является какой-то тайной. Вот здесь вы можете прочитать номера. Я, кстати, совсем недавно для себя это открыла. Давно я как-то даже и не задумывалась, что за нитки. Однако очень легко их разобрать, поскольку если, допустим, как-то вы там могли запутаться, поскольку здесь как бы описания достаточно простые. То есть темно-голубой, светло-голубой, темно-желтый, светло-желтый, точно так же с зелеными. Но если у вас есть карта цветов, то вы с номерами всегда можете сопоставить и уже точно не ошибиться, что к чему относится. Схемочка, как всегда у Милхил, выглядит в черно-белом варианте. И, как вы можете заметить, она достаточно проста. Кроме того, в наборе были два мешочка с бисером. Я их разобрала. Бисер участвует... Насколько же мне нравится, как они подбирают бисер. Все-таки Милхил, мне кажется, они идеально вообще подбирают бисер к своим работам. И бисер очень красивый. И матовый, и блестящий, и обычного размера, и петит. И все это в совокупности смотрится очень и очень. В этот раз я решила этот бисер разобрать по пакетикам. Обычно я бисер раскладываю, грубо говоря, в баночки, пользуюсь, а потом ссыпаю их в одну кучу для того, чтобы использовать в каких-то своих личных рукоделках. Например, для тех же новогодних игрушек, если нужно что-то украсить. И они у меня лежат вот остаточки такой общей кучкой. В этот раз я решила, что все-таки помечу я бисер, поставлю их номера. Поэтому приклеила те же ценники на мешочки, вот эти целлофановые мешочки, и расставила номера. Я посмотрю, возможно, мне будет удобно. Вдруг какой-то нужен будет бисер из остатков, и я буду знать, какой номер. Здесь достаточное разнообразие бисера участвует в работе. Есть и желтый, также есть цвет маджента, зеленый двух цветов, темно-зеленый и светло-зеленый. Оранжевый цвет, красивущий. Бирюзовый, матовый. Я вообще просто в восторге от него. И участвует один петит лилового цвета. И, кроме того, в наборе была пуговка в виде листочка. Такого стилизованного листочка. Если мы посмотрим на титульный лист этого набора, то мы видим, что пуговка вот пришивается здесь, внизу дизайна. В общем и целом, вчера я начала эти первые крестики. Нужно сказать, они пошли у меня достаточно быстро. Эти крестики я вышила за два фильма. Просматривая фильмы, я вышивала крестики. Не могу сказать, что, конечно, это очень быстро. Но, во всяком случае, я не путалась. И это хороший показатель. Это хороший старт для этого проекта. На этом я хочу сказать огромное спасибо Людочке опять за организацию совместного проекта. Я люблю участвовать в совместных проектах. Это дает мне возможность отшить мои наборы, которые закуплены в достаточном количестве. Это всегда помогает мне с выбором набора, какой мне сейчас отшивать. Ну и я люблю, когда отшивают наборы несколько человек сразу. Тем более, что мы все будем отшивать что-то разненькое, разное, а уж в конце концов получится вообще у каждого индивидуальная прикладная вещица. Я с удовольствием буду смотреть ваше видео. Всем желаю прекрасного рукодельного и вышивального настроения. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok